Владыка, Рождественские вечера. Отличный повод поговорить о том, что истинно важно для всех белорусов. Предлагаю начать с вопросов светских, перезагрузка белорусской конституции. У Белорусской Православной Церкви своя совершенно четкая позиция по этому вопросу какая? Прежде всего, останавливаем внимание общества на семейной тематике. Потому что семья – это ячейка общества. Как поставлено дело, положение в семье, так и общество наше будет развиваться. Поэтому очень важно, чтобы традиционные семейные ценности были закреплены в основном законе нашей страны. И кроме того, говоря о семье, о перспективе развития семейной политики, важно, чтобы духовно-нравственная составляющая она также была усилена в основном законе. И важно, чтобы через духовно-нравственное воспитание, которое предлагается, чтобы оно шире использовалось и в школах, и в обществе об этом шире говорилось, привлечь внимание современных людей к тому, насколько важно, что происходит в душе человека. И исходя из этого, мы сможем больше доброго, положительно привнести в жизнь нашей страны. Мы видим, что те же европейские страны, они меняют во многом подходы к пониманию семьи. И мы ведь живем в Европе, и эта тенденция, она продвигается и на нашу территорию. Поэтому важно, чтобы мы четко для себя понимали, где все-таки мы можем следовать примеру европейских стран, а где-то сказать, что нет, это нам не подходит, потому что мы знаем, что из этого ничего доброго не получится. В новогодние рождественские праздники принято оглядываться назад. Не самый простой год мы пережили, не самое простое время мы переживаем. Как вам кажется, удалось нам достичь того самого единства в обществе, которое мы декларировали весь уходящий год, год единства? И с помощью государственных институтов, и, безусловно, с помощью церкви. Это процесс не одного года, но то, что было сделано в течение года, на это можно опираться в последующее время. И сейчас нынешний год, который объявлен годом исторической памяти, он также в этом будет помогать, потому что, опираясь на историю предыдущих столетий, мы видим, как сообща можно было преодолевать трудности, и как разрозненность приводила к тому, что терпели крах, приходили к страданиям, к скорбям, из-за того, что невозможно было преодолеть в разрозненности скорби, испытаний, которые выпадали на наш народ. Слово «испытания», мне кажется, неоднократно, многократно упоминается в Библии. Вот те испытания, которые нам послало время, белорусы на вас, говорят, достойно пережили? Вспоминается пример еще, когда один в высокой духовной жизни священник одному молодому человеку дал такое наставление. У тебя будет трудная жизнь, много будет испытаний, но потом, пройдя их, ты будешь благодарить за них Бога. И надеюсь, что наше общество, государство, пройдя вот эти испытания, которые выпали на долю, в общем-то, и всего человечества, коронавирусной инфекции и так далее, все это побуждает нас задуматься о чем-то важном, чем-то подкорректировать свою жизнь, стать ближе друг к другу, проникнуться любовью, состраданию, пониманием к другим людям. И это очень важные такие моменты, которые не приходят от прочтения только книг или от слова наставления. К этому нужно прийти, прийти порой через вот такие трудные моменты, но важные для нас. Владыка, говоря о единстве, на ум приходит такое историческое единство трех государств – Белоруссии, России и Украины. Если в уходящем году Минск и Москва сделали серьезные шаги навстречу, то Украина продолжает, к сожалению, отдаляться. На ваш взгляд, пройдена ли эта точка невозврата? Очень хотелось бы от вас услышать, что нет. Нет, точка невозврата, она ведь порой определяется человеческими какими-то параметрами, рассуждениями. Здесь же все-таки наши народы братские имеют духовное единство, но в рамках политической действительности мы видим разделение, серьезное разделение, которое вызывает естественную скорбь, но вместе с тем мы сознаем, что, имея такой добрый фундамент, на котором строились наши государства, мы можем и должны вернуть единение наших стран, трех стран, трех народов, и имеется свидетельство святых отцов, которые говорили о том, что будет разделение между нашими тремя странами, но потом вернется все к единению. Ваше пожелание для всех православных, для всех христиан, для всех зрителей ОНТ? Святитель Дмитрий Ростовский, рассуждая над смыслом Рождества Христова, этого великого праздника, он передает такую важную мысль, что Бог, любя людей, подавая им различные блага и, можно сказать, истощив все свои возможности, он ничего другого не имея, сам приходит на землю, чтобы явить свою любовь к человеческому роду. И пусть вот эта любовь, которая открывается в праздник, вдохновляет и нас на то, чтобы отвечать Богу взаимной любовью, эту любовь проявлять ближним своим и дальним, чтобы мир пребывал в наших семьях, в обществе, но прежде всего в душе каждого человека, и чтобы Рождество Христово стало таким импульсом к радости о Господе, к радости от общения друг с другом и к тому, чтобы мы стали лучше, добрее и совершеннее.